Продолжение следует... Продолжение следует... Какие у нас в Беларуси, какие у нас новиночки, ну и по возможности может что-то расскажу, может кто-то что-то расскажет, поэтому мы будем смотреть. Продолжение следует... Сразу здесь у нас стоит клаван, я вообще хочу посмотреть обязательно что-нибудь по спиннингу. Сейчас пройдемся, в общем посмотрим, ну и на самых интересных моментах будем останавливаться. Подсказать что-нибудь? Да, подскажите. Это из новой линейки или нет? Я буду уже на протяжении двух лет у нас есть представлено. А что из нового именно у вас получилось? Именно полностью новой-новой? А в каком бюджете? У нас просто много линей, которые... Бюджетная, не бюджетная. Бюджетная. А это сколько длиной? Это 12-футовая, что обозначает 3,6 метров. Дубовая какая-то. Мы, конечно, под реку сделаем. Или вам мягкая нужна? Мягкая. Мягкая. Да. А сколько стоит цена вот такого, допустим, удилища? Такого 180 рублей. Это дорого. Дорого? Конечно. А сколько нужно? Ну, конечно, да. Как это называется? А есть что-нибудь такое вот в каждой линейке, допустим, про каждого производителя? Есть какие-то определенные модели, да? Там, допустим, Волжанка. Это Волжанка Optima для любителей. А у вас? Можно смотреть 3,6 до 70 грамм? Мягенькая, удочка. Друзья, очень красивая. Красная. Да. Дайте посмотреть. Дорогая она или нет? Нет. Это в районе 70-60 рублей. Попорно новая. Ручка подсакана. А для любителей, красных, просто любителей, формах рыбачат? Есть кресло. Есть. В основном, давайте что-то насыпать. Что-то. Оно разбирается, да? Конечно. А кистика. В основном, все движется, все на камеру. На первый раз такое огромное. Посмотрите, какая у меня рука, посмотрите, какая катушка. Поверните ее так вот. Вот. Обалдеть. А меняется ручка на право? Конечно. Все меняется, да? Ручка, смотрите, меняется. Есть кресло, что-то как у Дайва. Угу. Угу. Ну, я Дайва не пользовалась, поэтому я не знаю. Ну, а эта катушка, допустим, по цене сколько? Эта катушка стоит 239 рублей. И сейчас действует 15% как в розничной сети, так и... Угу. 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 Ну, для карповой рыбалки, наверное. Попробуйте. Слышите, что они металлические. То есть холодная. Ничего с лишним металл. Ну, это же, наверное, весь корпус металлический. Ну, не знаю. Это какая-то теплая. Там вот что-то выпало, выкопнуло. Угу. Все линейки, они плюс-минус одного, ну, время последнего. А в этом году что-нибудь? Несколько лет постоянно обновляется. Ну, например. Да. Постоянно идет какое-то определенное обновление линейки. То есть появляются подшипники. А новинка этого года? Что-нибудь такое новое, что люди не видели еще? Это огромная серия костомастер-катушки. То есть вот она была в таком дизайне, сейчас стала в таком дизайне. Угу. Ну, мягенько так крутится, что по цене и цена достаточно демократичная. 90 рублей всего лишь. Ну, это уже куда не шло. А из народных катушек какая-то? Какая легенда? Ониверсального формата для отдельного нового. Сколько они приблизительно служат, вот эти катушки? Потому что у меня, я ухандокиваю за сезон одну катушку. Поэтому я и по ценам смотрю, чтобы была какая-то. Если вам сказать, чтобы несколько лет прослужила катушка, то я вам рекомендую смотреть в сторону Sherman Pro. Да, она стоит там 130-140 рублей, но она вам прослужит несколько лет спокойно. Эти все блесна работают и на стриме, и на Али. Но начинать вам надо либо с такой блесенки, либо с такой. Начинаем. Что вы имеете в виду начинать? Вот вы когда приезжаете на пруд, и вот приехали первые, начали ловить, и вот вы начинаете приехать на соревнованиях. Да. То начинать прибалку надо вот с этих двух блесен. Потом вы должны перейти, допустим, вот на такую блесну, на такую наследку. Ну, я начинаю как бы все время с этой, и достаточно долго она живет. Потому что тут ушло очень ярко там в Глюзе вот так. Я почему страшно? Потому что на выставках же обычно представляют товар из новинок. Если бы вы были наши украинские, вы бы увидели много. И уж Беларуси. Да. В России успокойтесь, тоже не было. Не было? Почему? Только в Украине у вас там где эти... Да, по бракам только презентовали уже. Но к августу месяца все новинки будут у вас, ну я говорю, то есть там заглобально. К августу? Катушки. Весь сезон пройдет? Нет, катушки и спинин. Приманки будут все здесь возвращаться. Угу. Вот уже 28-го числа выезжают в Бамполь. Ну сколько? Ну, неделя. Маяск. Угу. Очень красиво. Спасибо. 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 А вот мы и на Акару добрались. Поплавочки знакомые. Без этих, без кончиков они не скользящие. Если помните, смотрели видео, то летом я себе отдельно надевала, специально приклеивала такие, как насадки. И можно использовать как скользящие. Очень удобные. Пойдем прощаться. Здрасте. Может быть, что-то у вас новое появилось? Да, у нас появилось что-то новое. У нас завтра будет тест-драйв на нашем водоеме. А что у вас новое появилось? Щуки. Что по именно этому году? По программе, да. 2012 у нас обновленная линейка спинитов Deoria. Это новое, да? Это новое, да. Показать я вам ее не могу, потому что ее здесь еще нет. Короче, какая самая распространенная, самая бюджетная, универсальная модель спинитов? Есть одна моделька, более-менее универсальная, которая со мной побывала много тех, очень много ловила много кого. Это модель с тестовкой до 17,5 минут. А вот? От 5,5 минут. Ага. А фурнитура как живет? Нормально? Отлично все. Это японская фурнитура. Стоит он? Да. Стоит он очень дешево. 86 рублей. Так и недорого. Слушай, а вот это вот лучше? Вот я купила у вас спининг. А это специально для рыбаков, которые ездят на платные водоемы. Если их что-то не устраивает, этим спинингом можно защитить себя. 47 рублей стоит. И дорогая защита. Средство самообороны. Это типа как крокодил? Это круче крокодил. Уникальный цвет. Раньше он был в линейке, а потом перестали его почему-то делать. А сейчас возобновили. Ну я видела уже у тебя в инстаграме. Тут уже там ловишь. Да, я их давно уже узкала разловились, пока их еще даже не было. Вон мои любимые катушки. Вот такую вот катушку я последний раз, по-моему, либо такую использовала для ловли на спининг. Выкрутилась эта плетенка. А вот эта вот катушка мне понравилась. Я на уточку использовала. Только я тоже не помню, какая там намотка была. 2000 евро. Кстати, они совсем недорогие. 60 рублей. Бюджетные катушки. А какая будет на красноперку? Кстати, вот моя любимая расцветочка. Давай, я буду брать. Я тоже хочу, между прочим, попробовать ловлю красноперки на бёсна. Знаю, где она есть, где ее есть много и когда-нибудь попробую. Если получится, то я обязательно покажу видео. А здесь весбородые крючки или нет? Весбородочки. Короче, у Акары по ассортименту, как обычно, все хорошо. Все недорого. И для людей. Да? Стараемся. Все. Да, наверное. Все новинки когда появятся? В апреле. В апреле уже будут. И где их можно будет увидеть? Ловеснами.бай. На сайте. Пожалуйста, а вы отдельно продаете составляющие к теплообменникам? Да. А продайте нам, пожалуйста. Да. Что? А вы не продаете? А вы представитель какой компании? Майфи. А женская одежда для рыбалки? Что-нибудь? Вот это, да? Нет, это мужской, но такой же есть женский. Но здесь его нет. Вещеспособность тоже 10 тысяч. Ага. Но я промокнув дождь, да? Это просто если... Нет, я думаю, вы здесь не промокнувесь. Если даже целый день вы доходите. А кто производитель? Россия. Россия, да? Ага. Ага. И сколько такой костюм? 296. 296. Самое популярное из того, что можно установить на лодку? Что-то уходно. То есть, любой вариант, даже если у меня какого-то варианта нет, чего-либо. Да. То есть, у человека есть какие-то мысли, ну не знаю, как это у владельцев. Ну вот, допустим, подставка под эхалон. Варианты. Значит, смотрите, один вариант. Ага. Это, если он... Это вот можно использовать на весле. То есть, на весло лодочное ставится вот такой замочек, вот это делает щелк. То есть, сюда крепится непосредственно экран. Вот. Также можно сделать как? Приклеить площадку вот такого плана. Да. Вот это выщелкивается, убирается, вставляется вот это. У вас на баллоне стоит экран. Да. Дальше. Если вам некуда деть аккумулятор 7 амперный, либо 15, можно сделать такой карманчик и рядышком после него приклеить такой карманчик. Возвольте сайт ремонт.лодок.бай. Так что, вот, может быть, в этом сезоне будем как-то поактивнее выезжать на лодке, на рыбалку. И вполне можно как-то воспользоваться. Может, потому что эхалон там некуда подставить, что-то еще где-то закрепить. Может, удочку до ухода, случай. Можно подставку под удочку сделать. В общем, очень много интересней. Я просто даже не знала, что кто-то здесь у нас этим занимается. Можно подержать. Сколько вот такой ножик стоит? Это не дорого совсем. Угу. 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 Хорошо. Как? Пуста. Даже не знаю таких, кто это... Возьмем, Виталик, пару штучек таких? Ну, да, ты какие не знаешь? Кола. Не, не знаю. Первый раз слушаю. Это какая страна такая? Я тоже серьезно. А, ты выдержит, допустим, А, я бегу там, летом 4 килограмма. Ну, если вы с фанкционом дружите, петербюшки на месте, я, конечно, выдержу. А можно мне тогда две вот таких вот? Как-то все грустно совсем. Все грустные, уставшие какие-то все, не знаю, что-то как-то вы видите. У вас новинки какие-нибудь появились или нет? Новинки? Да. Боковой кивот должен был приехать, а транспортники опоздали будут только по интернету. У всех опоздали, так что вы не идете. Кояк, виск точка, вайк. А по стоянке нет. Да. Называется. Популяризируется у нас популярно, да, такое вито, только-только начиналось. С точки зрения ловли в местах, куда не дойти пешком, не дойти на воду, идеальный вариант. Возросший берег, Корчи, Белкоречка, Пари, Тариус, Щука, Калам. А это что такое в лодке лежит? Вот это? А это руль. Кояк, а это который попис? Вот ногами, да, лево-право. Регулируешь. То есть, если сплавом идешь без весла, Ага. Вот, то можешь обходить какие-то пороги, препятствия. А материал это полиэтилен, поэтому он не боится ничего. А кто производит? Это производит в Китае. В Китае, да? Маленькая, сколько стоит? 150 рублей. Вообще. Вообще. Вот это идет как два плюс 1. Два взрослых и ребенок. А теперь можно вместе, всем в одну. Да, да, да. У него грузоподъемность порядка 350 килограмм. Ага. Поэтому вполне хватает. Прикольные штуки. Не знала, что у вас такое есть. Можно вместо... Ну, это если есть, как это называется... Лишние попосики, можно такое что бы купить. И... Я по счету представляю рыбалку на реке, на таких штукенциях. Но видела, что за границей тоже на них ходят. Лодочки. Это, типа, разбор в дно или какая-то разбор в дно? Сейчас мы посмотрим. А, ну, это белорусское то, что было. Даже ассортимент, по-моему, если я не ошибаюсь, увеличился. Здесь самая дорогая лодка, почему-то 1300, а здесь 1600. Здесь пол составной, да, и пно надувной, и надувной, а сверху составной пол, да? Такиль надувной, да, и жесткий пол. И надувной? Вот это что-то типа? Нет, причем можно надувной. А вот там надувной. А вот там надувной опасно, конечно. Мало ли что-нибудь еще про это. Цвет масла в лодке. Нет. У них это и нет никакой есть. Все цвета на выбор. Делаем красные. Даже розовый? Блин, вот розовый кинюзер. Ну, вы вторая женщина, которая уже розовый спала. Ну, розовый конечно. Надо, значит, завозить. Конечно. Спасибо. Попробуйте. Опа! Участники. Ну, нормальная тема. Это... Любую. Любую. Поместится нормально, хорошо. Это дувной, да? Да, да. Ну, поместились? Один-два килограмма. Прикольно. Ну, поднимите его, можете поместить. Сейчас. Промните ее учет. Она не оторвется? Не оторвется. Не оторвется. Вообще леденько. Прикольно просто, блин. Самое большое неудобство, это то, что умер. Рыбалка в лодке. Это именно комфорт, именно в лодке сидеть. В машине удобно все равно, на доске не съезжу. 3800 такая лодка стоит. 1500 долларов. Вот. Лодка. Грибная. На такую лодку, конечно, нужен мотор. Но зато удобно. Надо менять машину, чтобы можно было ее с собой на прицепе. Какой здесь? Да, крашеный разбор на чебурашки. Интересно, как она стоит. Да, крашеный разбор на чебурашки. Интересно, как она стоит. А какой новый цвет? Вот этот классный цвет. Ай, какая красота. Не съедобная. Не съедобная. И там идет только вот здесь. Маленький. Видишь? Так что? Небольшой цветок. Это как касается цели шаряга. Просто все. А я, кстати, видела при мне просто на коне. На уши. На уши. Нет, я видела при мне прям заброс поймали. Весь сезон вы отбили на них. То есть ничего другого. Да, такие большие. Ну, то есть они есть более мелкие. Но я не знаю. Нет, так надо те, которые водят. А те, те. Смотрите, сколько красивых ножей. Но на самом деле, ребята, на выставке ничего не меняется. Как все было, так и осталось. В принципе. Очень жаль, что у многих товар просто там не доехало. Еще что-то. Потому что хотелось бы на выставке, конечно, видеть новинки. Потому что все то, что привычно нам, это мы можем посмотреть и в магазинах. А получается так, что не совсем все подготовились. Ну что, я вообще ищу до сих пор. Я приехала сюда и хотела найти блесна, колебалки, ручной работы, вертушки. Которые можно использовать на ловлю хищника, типа форелли, на прудовой, любой. Голавля, допустим. Но пока ничего не нашла. Не нашла. Не нашла. Материала. Боб у чехла имеется. Ручка. Цена 40 рублей. Это цена обвеса. А мне интересно, а сколько стоит само пресло. Вы можете посетить. А сколько стоит. В остальных чехла. В том, что здесь добавлено... Ну что, чехол имеет двойную молнию. Вот ты села, а ты хотела? У конкурентов. Нет, нет, нет. Внутри чехла. А, видишь, а мы тебе предложили посередине. Вот ты как считаешь, любим, или нужны вот эти все прикилки у вас? А это все для комфорта. Если он хочет больше комфорта, то он докупает там столы и все остальное. Да. Который расположен. Понимаешь? С метров. Да. Карповую коробку. Зачинка вся металлическая. Закрытые подшипники. А вот это не опасно? Потому что это уже... Нет, нет. Там стоит защита, чтобы влага не попадалась. Можно даже помыть. Я тебе покажу новинку девятнадцатого года. Под специальную карповую молнию. Специально разработанную под тебя. Вот смотри. Интересно, что... Да, конусная шпуля и две клипсы. То есть на ближнюю, допустим, на дальнюю дистанцию. Так ты относишься к тому, что я в одном видео сказала, что типа болжанка делает кибертипы не разные. Не делай кибертипы. Почему? Ну, потому что мне нравятся когда кибертипы разных цветов. Есть зеленые, оранжевые, красные. Вот я привыкла. А болжанки все красные. Ну, яркие красные. Я понимаю. Но почему тогда такие пибертипы с миларом пообрабить? Вот посылу новую линейку. Это 3,9, наверное, да? Это 4,2. Господи. 120 плюсов. Ну, это на карпа, наверное. Они сделали... Ну, это уже больше такой речнин, наверное. На дальность такой, да. На дальность? Как ты думаешь, сколько можно метров за публину на здоровое? Это же как, если... Это надо... Надо тестить. Надо тест-драйв проявить. Но все равно легкая. Средняя ценовая категория. У нас в празднице самый популярный. Там 3,660 плюс в районе 145. 145. А самый бюджетный? У нас в публике. У нас в публике. У нас в публике. У нас в публике. Для твичинга. Ценовая категория 215 километров. Ага, ага. А тест? Фурнитура... Ну, хуже. 3,12 грамм. Бланк японский стоит. То есть, катушка. Ну, понятно, это все художе. Остальная фурнитура. Опять облегчение. Бланка стоит. То есть, миш-кольца маленькие. Да. Специально. То есть, он легенький. Запаху едой. Я, извини, не захотела жрать. Садок у меня есть, но не такой... Я все время удивляюсь, как все берут и забрасывают эти садки. Куда? А если... Я влюблю там где-то, все время мелко. Я не понимаю, куда у них вон он надевается. Садок украшиваться. Садок украшиваются. Можно тебя туда положить. То есть это ЭВАш. Вы не промыкаиваете? Нет, это материал ЭВА. ЕВА. Что это? Сверхлёгкий материал. Чего не царапается, то есть очень мягенький. Хранит садок, например. Бывало такое, ты сворачиваешь садок, а он воняет у тебя в машине, да? Вот для того, чтобы не вонял, у тебя 445 кг. Нормально. Это топовая линейка. Мне больше нравится, короче, когда мяточек просто. Мне больше нравится. А мне не нравится, когда... Ну, у меня есть фидер, так сказать, мне дали его попробовать. Не волжан. Не подарили, нет, это все мяточки. Он посоялся в самоле. Он настолько мягкий, да? Да. Что, когда кидаешь, у тебя такое ощущение, что сейчас где-то что-то тебя зацепит за первую точку. Плэзина тоже много выстраданная, два года ее делал, ее делал Макс Палачинцев, Это наш российский чемпион мира, это чисто его разработка, он спитерский представитель. И в то же время, в основном, все спортсмены, что представители, что мы сами его доводили. Чисто он разрабатывал, делали под него резину. У нас привыкли на спиннинг-вали, в заброс. А в России уже многие стали на такие же приманки ловить носа льда. Тоже работает? Да, очень хорошо работает. Вот, допустим, это форелевые модельки, очень хорошо. Также и судак, и щука, в Адвиле. Ого, какой большой стенд у Вабика, ничего себе. Я не помню, было ли в прошлом году у компании Вабик печь его. Это форелевые модели. Кроме того, как можноaller свPaulwy. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Их выставали, получается, там говорили, что новинка это вот такие вот ларвочки большого размера. Это цена за 5 штук, да? 5,5 рублей? Да. Они все пахнут и очень вкусные. Удобный силиконов с подвалением кандидата продового компания. А сколько припозит цена она везет сама? А новинка есть что-нибудь? Из новинок этого года, наверное, все декоративные. Лексус, да? Да. Лексус, в новинке этого года она появилась буквально 2 дня назад. И посмешилочка, тоненькая, скользкая, ну, хорошая подъемка. Хаумач? Хаумач, район, порядок цены около 20 рублей. Вот это вот с оригинальными названиями. Ракушка песок, пил, трава. Это у нас четырехжильный шнур. И, в принципе, опять же, все это довольно демократично. Это 13 рублей в любой диаметр. Может быть, это 5 долларов. По-моему, на 100 метров, да, получается. Большой выбор. Цены, в принципе, вполне себе доступные. По 7, по 8 рублей, по 5 рублей, по 4 рубля. Совсем маленькие вот рачки какие-то. Прикольно. Вот, друзья, я все время, когда приезжаю на выставку охоты и рыболовства, вижу очень много стендов, там, где выставлены чочела диких животных. И, в принципе, здесь ничего не продается. Там, допустим, вот сейчас смотрю на стенд управления делами президента. Вот еще. Я одного просто не могу понять, для чего и представляется, для чего эти стенды, цель. Можно сказать, вот, вы не стесняетесь? Я меня все время просто, я вот все время посещаю выставки охоты и рыбалки. Всегда вижу вот такие вот стенды. Вы что представляете? Я представляю национальный парк «Врославский аэрод». Отдел туризма, приемы заявок, размещения, рекламы. Вы, получается, популяризацией занимаетесь отдыхом в национальном парке. Так я понимаю? Непосредственно. Поэтому у вас здесь размещены... Ну, прайсы по размещению, там, по рыбалке, по охоте. Так как выставка сопутствующая, тематика охоты и рыболовства, сделала ли акцент еще на эти виды условий, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лакеджон серия «Ванекс». Здесь есть на микроджиг удилище, то есть от двух до девяти тестов удилище с двумя длинами. Потом представлены классические спиннинговые удилища с тестом до четырнадцати, до двадцати одного и до двадцати восьми штамм. Также есть для тричинга удилища тоже с такой же... И это все новая линейка, получается? Это все новая линейка, да. И также есть курковые удилища под мультипликаторные катушки. Ага. Ну, а самое такое, универсальное, универсальное, классическое, по-другому? Да, да. Вот, универсал будет, с такими же тестами, 21, 15 и 28 кран. Ага. Строй будет у всех, у нас быстрый, но я вижу, я уже поняла, что тут еще как лапша спиннинг, так что же не брать, потому что у меня какой-то совсем лапшистый. Это 7,28 грамм, ну не слабо, не слабо. И цена у него всего 84 рубля. Кастюм новенький, что за альфа называется? Ага, будет трехслойная мембрана в нем идти, то есть хорошо защищает от дождя, у него 10 тысяч от дождя будет выращившая способность. А если какой-то он брать? Ну, это как бы 90 рубочек считается, то есть это смотря как... Сумка очень удобная для берегового спиннинг, да? Это оттенна, да, продается? Да, да, да. Сумка, посмотри, такая сумка, 43,8 грамм. Смотри, какая сумочка? Т.е. для фляжки, для питья можно подстаканник, если для удилища. Угу. 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 Был раньше несъедобный вариант, сейчас да. Угу. Угу. Я польсин boltora растет desens, люди проходят по всей всю сверху, пищевого бераба или сына-м私овчик. Это совсем новая, да, серия, этого года? Этого года. Угу. Серия, то есть у нее такой качественная пластмасса, крючки очень высококачественные. А есть лица и внутри из какими-нибудь звуколоссовыми? Они будут в США. Малтериал уже такой качественный, то есть все есть сделка. Такие обычные сплощевок, так они быстро уходят, то есть там, где молния прошита, бывает растутся материалом, а здесь очень хорошо, он качественно прошит, и не дошипучен, нет, офигенно. А это для чего? Тоже как-то для переговора спиннинга, можно даже плодку брать, здесь внутри, получается, тоже идет одна коробочка, здесь идет уже очевидная плодка, биран. А это для чего? Так, а ну это под резину сидит. Точно, а я думала для документов. Я вот больше всего люблю ловить карпа, амура, крося, чтобы было, и причем у меня навеска идет где-то, может быть, там, даже из 4 до 5 килограмм. Есть какая-нибудь удочка, которая выдержит такую рыбу, и которая сможет как бы дать мне нормально прочувствовать и небольшую, вот там, как бы, сеста, если туда 5 килограмм, может быть, что-то такое универсальное. Это маховое, я, кстати, маховое, никогда не ловила, никогда не пробовала, я даже не знаю, что это означает, но знаю, что он очень популярный и очень удобно. Это новинка этого года. Кстати, можно на боковой чипов. Можно на боковой чипов. Для ловли тропедок, скажем, карпа, 3-4 килограмма. Да. Ага. Ага. где-то три-четыре килограмма. Могу как-нибудь показать на водоеме? Да, очень хорошо. Смотрите, все запомнили. Мне сейчас неудобное положение, ничего не понимаю, но я понимаю, что все очень круто. Но удочка прикольная. Интересно. Сразу бы хотелось на мах положить, а стоит она, дорого, да? 300 рублей. Это на качестве, да? 300 рублей. Это сальма, да? Она и на забросе против ветра, шикарная. То есть, чем быстрее удочка, тем она лучше. На забросе, лучше контроль. То, что в докторе. Не, ну офигенно. Вот на боковойке можно вообще поборосовать. Реально можно вообще. Она просто легкая. Я так смогу, если что, мормышка, дематика и большинство. Не, ну серьезно. Я мишку в Москве купил. На лево я тянул. Кого? Ну, в Виталик сводномного удобнее будет, правда? Да, конечно. Удочку не надо тяни. И в речку не упадешь. Я думала, я моя какая-то... У вас про Соня, видишь, что Тросяну что-то? Хорошо, что я не потонула там пока ехала, нормально. Я не смогла вернуться, но будет хорошо. Все. А туда говорите? Да, скажи пожалуйста что-нибудь о новинках фидерна, это же про фидера получается, у вас компания САН, у каждой 200 снизу свою руку, мне уже про свинка сказали, про обувечки не рассказали, осталось только про фидерную ловлю, ну пошли, новая фидерная леска появилась, такая низкорастяжимая, с маленькой растяжимостью, хорошая такая, черненькая, хорошая леска, и у нас появилась якобы поводочная, ну то есть фасовка поводочная, но это наша леска, она уже была, это нейлон, японская, размотанная в Японии, просто она под фидер концептом пришла, вот она пришла, 100% свеженькая, без потери, качественная, помимо этого, у нас не доехало еще вообще ничего, у нас приход там в Уюне, сорбки, ручки, подсадка, эвоемкости, все вот это, есть только тестовые образцы чего-то, вот допустим катушка будет, она фидерная, с двумя мелкими шпулями в комплекте алюминиевыми, это будет 160 рублей, когда приедет, да, и три размера, четверка, пятерка и шестерка, это порядок 110, там 120 рублей, здесь ручка вкручивается в главную пару, вот так, то есть люфта здесь вообще нету, а это мне, да, это тоже две металлические шпули мелкопрофильные, ну то есть уже более адаптированные к виду, вот у нас кормушечки будут в своей фидер концепт, тоже пока еще не приехали, у меня пластик не очень, это делает Вегас для нас будет делать, то есть это пластик хороший, надежный, да, и широкая линейка там от 20 до 120 грамм, как бы ничего фантастического от пластика, ждать нельзя, хорошо отцентрованные, не крутятся, дорогой костюм? костюм дорогой, 470 рублей стоит, в комплекте с ним идет шефар, тут он под фидер так адаптирован, нету карманов здесь, потому что никогда сидишь лошкидером, нет смысла, у них карманы сделаны выше, мембрана 8 на 6000, а усиление, вот все, что черное, это мембрана 10 на 8, ну и легкий он, я смотрю, он совсем, да, он легкий, термобелье можно хорошо подлегчить, от нуля и там, да, плюс 10 дождя можно отрегулировать чисто термобелье, сзади высокий комбинезон, да, по талии утягивается на сколько угодно, то есть, ну, свою талию даже можно, даже можно утянуть, чтобы оно здесь, да, и только в одном цвете, да, в одном, в цвете фидер концепта, так скажем, ага, и такие фирменные, типа, одежка от фидер концепта, да, получается, но это наркотик, да, да, это наркотик, там, наверное, должна быть надпись Юр Крисовский, да, я читала, не читала? Будет, да, ну это, в принципе, финальный уже образец, только без дизайна, мы их ждем в мае, но этот ценовой диапазон повыше, это 300-350 рублей. Я думала, доллар, боже мой, думаю, ну... Нет, давай. Польца, да, с остальными вставками, облегченные, вот эти, которые не пропиливаются. Прикольно. Ну, такие они. И ты уже все это, ты принимал участие, в чем? Во всем. От начала до конца во всем ты, вечно, их даже отмыть не смог, потому что они весь прошлый год. И они кладут, в принципе, да? Ну, я не то, что их просто насиловал. И да. Будет хорошая комплектация, 4 вершинки в комплекте, бархатный чехол на липусе, такой, как в турнаментах, то есть, такая богатая комплектация. Ну, с вершиночки будут доступны в продаже. Все? Да. Хорошо, хорошо, все, все рассказал. Ну, я тебя мать привела. А я тебе... А где? Со мной. В смысле? Ты потолстел или не потолстел? Просто на тебя маленький? Эмма? Ну, я не знаю. Нет, наверное, будет нормально. Даже если я потолстел, я ее буду носить. Подарать тебе подарок, как это называется? Сейчас, посмотрим, сделаем. Представь, я одену, да, если я потолстел, у меня будет так пузо торчать, но я все равно буду ее носить. С таким вот стаканчиком специальным, разгрузочка, чтобы удочку, чтобы в речку не падать. Ты стоишь, здесь коробочка в комплекте, ну, в основном под мелкие приманки. Ну, я, если что, могу коробочки сводить, сюда накопать. Ну, да, здесь два коробочка. Здесь большой. Так что, очень удобно это, кажется, здесь. Нет, под спиннинг как раз-таки я хочу, может, больше внимания спиннингу у тебя. Половить его в сезон, а не в сезон, а не в сезон, как я это обычно делаю. Спасибо, спасибо, все завидуйте. Мне, да. Мне, у меня майка есть с Юлей. Сумочка с Альвой. Старый товарищ, старый пуль, старый борцов, рыбалка. О, красота. Красота. Кстати, оранжевая очень хорошо, я думаю, на форель тоже пойдет. Вы что, хоть сами вяжете ей, мне кажется, что вы это будете делать? Сами их обрабатываете специально? Прикольно. Конечно, вот смотрите, вы пришли, вы клиент. А у вас сад есть? Сад есть, но он малорабочий. У меня есть инстаграм и есть фейсбук. Можете любого человека спросить в Минске. Дима Варимончик. Спасибо. Спасибо, хорошо, что у вас вот, а то, когда пришли, я пошли в вас со стороны. Возле здорово. А колебалку вот эту вот в Беларусь, Беларуськ Мирнанье, можете продать? Понятно. Обалдеть. Это на кого? А на кого это? На рыбную. Это на море. А что у них такого инновационного? Почему они цвет, что у них форма какая-то новая? Это твичинговая модель с большим заглублением до двух с половиной метров. Ну, это, скажем, эксклюзивная на данный момент приманка в таком размере с таким заглублением конкретно не под троллинг, а под твичингов. Ну, как резинок, ну, очень много. Ну, что, друзья, я решила посетить выставку в первый день. Немного всех. Не густо, но, слава богу, и не пусто. Хорошо, что приехала. Взяла с собой пару ништячков, отсюда приобрела. Спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Короче, всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Увидимся на рыбалке. Я уже надеюсь, уже просто ломка ломит. Хочу на рыбалочку, побыстрее я. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok